Знакомство с гуслями у Мирославы началось еще в июне, как и у других ребят, пришедших на мастер-класс. Мелодичные звуки старинного русского инструмента покорили девочку с первых минут. Мне очень интересно заниматься гуслями. Почему? Потому что это очень красивый инструмент, и он очень красиво звучит. Дети легко осваивают технику игры на гуслях. На первом же занятии обладели главными аккордами. Сначала преподаватель объясняет ученикам, как играть, а потом плавно погружает их в привычный для детей мир сказок. Но не простых, а музыкальных. В театральном центре Жаворонки мы продолжаем эти традиции, мы развиваем гусли и приобщаем людей, население, кто ходит к нам в центр, к традициям народа, к традициям гусельной музыки, к традициям русской инструментальной музыки. Святослав Бабушкин – выпускник Академии имени Гнесиных. Его родители тоже музыканты. Святослав еще в детстве подружился с гуслями. Его покорила энергетика и эстетика этого инструмента. По его словам, играть на гуслях может любой. Достаточно обучиться первым двум аккордам. Если рука у ребенка уже выросла, то он может заниматься. На гусельках это несложно. Они могут играть простые аккордики, простые. Проводить по гуслям вверх-вниз и будет звучать все очень красиво. На гуслях наоборот. У нас есть много струн открытых, и мы одной рукой закрываем струнки, которые нам не нужны, левой рукой, а правой играем по оставшимся струнам, по открытым, и инструмент звучит. Студия гуслей существует в театральном центре уже год. И сегодня этот инструмент набирает все большую популярность. Мелодичные ритмы гуслей звучат все чаще и в современных интерпретациях. У Владимира Николаева есть произведение, в котором сочетаются рэп и гуслях. В группе Святослава занимаются дети в возрасте 6-7 лет, но не только. Один был взрослый, папа ходил со своими ребятами, тоже занимался, играл на гуслях. Ему очень нравилось, и везде, во всем он участвовал. Талантливый музыкант приглашает всех желающих, и детей, и взрослых, окунуться в мир гуслей, насладиться их чистым, неповторимым звучанием.